Для одних он Александр Прапорщиков, сотрудник ядерного центра, для других – господин Лазер, мастодонт в мафии. В рядах мафиозников Александр с первого дня основания клуба «Закрытый город». Молодой человек принимал участие во многих турнирах и не раз становился лучшим игроком. Салонная игра помогает ему приобретать новые знакомства и развивать в себе определенные качества. Главное не волноваться, держать себя в руках. Самое главное в мафии, вообще в игре, это она чему учит? Это сдержанность, чтобы ты был сдержан, клонокровен. Ну, даже если ты мафией первый раз играешь и промахнулся, даже ты не должен себя выдать. Ну, то есть играть свою роль. В мафии нет имен, здесь только ники. Среди игроков можно встретить салфетку, сладкоежку, зябличко, господина никто и даже счастливчика. Главное правило – быть предельно осторожным. Чтобы вычислить мафию или наоборот скрыть от других свою черную карту, нужно уметь логически думать и грамотно излагать свои мысли. Мафия – это весело, это круто. Здесь ты можешь найти новых друзей, здесь можно очень интересно пообщаться, выпить вкусный чай, кофе, ну и просто провести вечер в отличной компании. Быть членом клуба «Салоны мафии. Закрытый город» – это не только проводить вечера в молодежном центре за игрой. Мафиозники регулярно принимают участие в областных и всероссийских турнирах, где становятся победителями и привозят домой кубки и медали. Также организаторы стараются придумывать для любителей этой интеллектуальной игры различные акции. Одна из таких – «Тайный друг». Это уже третий раз проводится данная акция. Суть ее заключается в том, что 26 человек, 13 мальчиков, 13 девочек, в течение месяца дарят друг другу какие-то подарки. Сделать это надо как-то скрытно, чтобы твой друг не узнал. Поэтому акция называется «Тайным другом». А именно 17 ноября на дне рождения мафии будут подводиться итоги этой акции. 17 ноября примерить на себя роль шерифа или дона мафии сможет каждый желающий старше 15 лет. Клуб «Закрытый город» приглашает саровчан на четвертый день рождения. Игры пройдут в молодежном центре. Начало в 20 часов. Более подробную информацию в группе ВКонтакте. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.